Добрый вечер, дамы и господа! Сегодня у нас в гостях знаменитый человек, московский перформер и интернациональный перформер номер один, Олег Кулик. Всем, наверное, вам очень знакомый. И сегодня он у нас в Нью-Йорке. В центропарке мы сидим, на самом деле. Имя Егорькова. Пока его еще не переименовать. И разговариваем о разных делах. И первый мой вопрос, Олег, если бы ты был друг, стал президентом России, что бы ты сделал? Мягко, деликатно, тонко развалил бы страну на пару тысяч кусочков. Две тысячи кусочков я бы отдал бы творческим людям, тысячу кусочков силовым людям и тысячу кусочков людям коммерческим. Понятно, что творческим людям бы я отдал бы всякие медвежицы. Природа не согласна. Что-то бы, так сказать, таким самым коммерческим художникам, конечно, коммерческим. Но в основном какие-то Казахстаны, заброшенные Украины и прочие непокоренные и покоренные места. Бизнесменам бы отдал бы всякие природные ресурсы, земли, нефть и прочие места, где все добывается. А силовым людям всякие полигоны и всякие невозможные места для встреч и измерений силы. Потому что все равно это произойдет рано или поздно. Произойдет такая атомизация уже не та, которая сейчас в душах людей, скажем так, а организационная, государственная. И связи придется выстраивать новые, горизонтальные. И Россия обречена стать самой демократической страной в мире. Самой. Это очень интересная мысль. Она самая большая. Она самая малонаселенная. А в чем демократия будет выражаться? Демократия будет выражаться, что везде будут такие мини-государства образования, которые, может быть, будут и связаны каким-то общим законом, общей какой-то такой федеральной системой. Ну, как в Америке, например. Но в Америке гораздо большая централизация, гораздо большая плотность населения, гораздо большая экономическая интеграция. А в России этого ничего нету. По факту нету. Она сдерживается только какой-то такой звериной волей. Ну, а вот губернии, так называемые губернаторы, да, это же отдельное государство, по сути, тоже. То есть на местах, да, Путин там король над всеми. Как бы он считается каким-то собирателем земель, там, все такое, императором и прочее, да. Но на самом деле вот есть губернии, да, есть у них портреты Путина на стенке. Да, они соблюдают какие-то высшие установки. Но все-таки они делают то, что они хотят на местах, нет? Ну, я думаю, что нет. Они делают то, что хотят на местах для себя, может быть, для чиновников. Но это, во-первых, очень мало. Для себя, я имею в виду. Я уверен, что гораздо больше бы они делали для народа, имея они полную свободу. Вот. Ну, и для народа, и для себя, и вообще, как бы это было бы такое, может быть, там, самодурно. Самодурство было. Но сейчас это самодурство одно на всех. А так было бы, там, 85 самодурств. И когда 85 самодурств, как бы, знаешь, людям было бы полегче от одного самодурства к другому самодурству перебегать. Но предполагается, что это будут другие люди, новые, да, ведь? То есть, или ты... Ну, люди-то, может быть, и не будут новые. Может, надо всех расстрелять? Нет, нет, ни в коем случае. Что-то, слушай, люди-то как пластилин. Понимаешь, вот мы-то сцепились, вот, из этого пластилина слепили, взяли вот эти все разные кусочки, слепили единую бабу. И теперь говорят, ну, вот эта баба, как бы, ужасная. Вот, нам не нравится эта баба. Давайте слепим другую. И постоянно сейчас разговоры идут о том, что какую бабу надо слепить из этого пластилина, из этого русского народа. Все говорят, надо с таким носом слепить. Надо, так сказать, с такими, там, украшениями, с такими украшениями. Надо, как бы, такой, более, такой, вот, женственную, как бы, бабу слепить. Нет, надо более мужественную. Надо с каким-то русским лбом. Нет, надо с таким, как бы, украинским зобом, там. Надо каким-то загривком. А на самом деле, надо эту бабу расстелить на кусочки. И каждый пусть лепит, что может, как бы, свое лепит, как бы, под таким вот общим колпаком. Я думаю, что сменить надо, конечно же, вот, как бы, некого верховного правителя, который был бы проводником этой, вот, супер-демократии. Ну, а Аттенберги, все эти, ковальчуки. Ну, а что, они пусть останутся, как бы, но они просто, как бы, когда начнут жить по общим законам, им волей-неволей придется сильно оптимизировать свое хозяйство. Оно сильно раздуться. Слушай, убивать в России и мучить кого-то, ну, как бы, это уже, как бы, ну, мы проходили. Понимаешь, вот, ну, есть и есть. Да, но убивают же, на самом деле. Ну, убивают просто по нему. Как-то входят во вкус, как мне кажется. По неразумению. По неразумению. А тут, как бы, все-таки придут после катастрофы, которые все, у нас сейчас все говорят в России, как бы, что, ну, давайте не будем обсуждать, что сейчас есть, давайте жить, как будто рассуждать, что будет после катастрофы. Что будем делать. Но какая будет катастрофа, и будет ли она, и что это будет, и кто потом будет говорить, никто не знает. Поэтому давайте не будем жить ни до катастрофы, ни после катастрофы, а в принципе поговорим, какой есть современный мир. Это важный момент, что Россия хочет нас закрыться, не хочет. Это не 19-й век и не 20-й. Закрыться в принципе невозможно. Ну а Северная Корея, вот она закрыта. Ну, конечно, Северная Корея закрыта, да. Ты еще приведи пример Исландии, которая взяла всю банковскую систему, послала нафиг. Нет, Исландия это совершенно другое, очень прогрессивное на самом деле. Это прогрессивное. Слушай, ну кто бы позволил какой стране послать всю банковскую систему нафиг? Задавили бы. Это просто резервации, вот есть место, где живут жирафы. Их там не стреляют, везде стреляют. Ну договорились там, жестко охраняют, что вот в этом небольшом, это самое, жирафов, бегемотов не трогаем. Везде все сожрали, всех жирафов, бегемотов. Поставили провода, но там их не трогаем. Вот есть у нас место, где живут жирафы, вот место, где живут корейцы и место, где живут исландцы. Ну зачем жирафу, в принципе, даже думать о том, что происходит за этой проволокой, да, но он живет... Жирафу не надо, корейцу не надо, северному, исландцу не надо, но больше никому не позволят. Знаешь, как бы, ну как бы, особенно в такой огромной стране это невозможно. Да, что у России свой особый путь, там и так далее. Вот может быть, это путь жирафов за проволокой как раз? Нет, вот к сожалению, как бы, у России особый путь, но он все равно в русле всего человечества, так сказать. Она погибнет или спасется вместе со всем человечеством. И вот особый ее путь может заключаться в том, что как бы вот мы здраво посмотрим на то, что есть. Вот давайте, так сказать, не трогать там частности, к которым относятся и Ротенберг, и Путин, и силовые ведомства. Всегда был какой-то там Николай, который там Палкин, всегда был какой-то там Александр Двупалкин, всегда были какие-то, так сказать, охранки, спецслужбы, какие-то, так сказать, черно-рубашечники и прочие-прочие рубашечники. Но это самая большая территория на земле, очень негусто, мягко говоря, населенная. Связи очень плохие. Местные обычаи, нравы очень разные. И мы же видим, благодаря интернету, как раз и новым технологиям, которые, тем не менее, проникли во все уголки России в том числе, есть возможность эти территории сделать достаточно автономными в плане управления, в плане, как бы, вот, бытования. И сейчас это волей-неволей тоже происходит, даже благодаря санкции. Например, если раньше не поощряли местное хозяйство, все завозили централизованно, кто-то с этого имел в центре. Теперь в центре это перекрыли. И волей-неволей поощряют, вот, как бы, сейчас уже дают землю бесплатно. Вот, только, как бы, хоть как-то живите, хоть как-то растите. Дают возможность сельскохозяйственную продукцию выращивать и продавать. Понимаешь, как ни странно. И поэтому с этой точки зрения происходит такая демократизация. Ты, как бы, не вякой против власти, не вякой против воров и убийц и насильников. То есть, как бы, мы не терпим этим, мы не терпим этим вещам. Ну, ко всему оставлю, мы абсолютно терпим. Живи как хочешь, делай как хочешь. Ну, представь себе, что ты вот какой-то там фермер, да, ты выращиваешь что-то. Приходят какие-то люди и решают, что на самом деле ты слишком хорошо живешь. И они у тебя просто вот все конфискуют нахрен, да, присваивают себе, национализируют, так сказать, да. В пользу, например, там, ужасного конфликта с фашистской Украиной. То есть, говорят, старик, вот война же идет, а ты, сука, тут жируешь, понимаешь. Так что давай-ка все, все мы забираем. Может, может такое быть, да? Кто застрахован от таких вещей? Ну, знаешь, ну, все может быть, все может быть. Даже страна чудес. Все может быть, но, понимаешь, если так вот, как бы, вот смотреть какой-то узкой перспективой, то, наверное, как бы, может быть, что угодно. Но ты не забывай, что, например, там, в Польше или во всей Восточной Европе, например, там, в Болгарии, где ты, как бы, много жил, вообще исчезли перчики болгарские. И исчезло, как бы, там не выращивается ничего практически. Ну, мне болгары говорили, там, полностью в Россию не поставляются. Ну, не совсем так. То есть, здесь, на самом деле, выращивается. Просто такой межевропейский товаробмен, он довольно странный. То есть, например, в Болгарии продают турецкие овощи, фрукты, да, а болгарские где-то в другом месте. Не, правда. Я думаю, что вот, как бы, там многие, вот в этом сельской хозяйстве у тебя был. Но в Латвии-то точно хорошо знаю. Вообще исчезло. Просто исчезло. Причем земли принадлежат все шведским, фицским, норвежским банкам. То же самое. Вот. И только они там деликатны, они там из-за того, из-за сего, как бы, так сказать, там, по разным причинам. Но, понимаешь, маленькие страны при большой Европе смогли как-то перестроиться. И очень-то там другая... В Болгарии очень страшно все, на самом деле. Да, вот, пожалуйста. Почти ничего хорошего там нет. Вот, понимаешь. Так что, поэтому там кто там придет, куда придет, сюда придет. То, что сейчас происходит, я говорю, что, на самом деле, вот с точки зрения, вот, ну, глубинной России, не идеологии, какой-то маленькой аудитории оппозиционеров в Москве, а вообще гигантской этой страны, дико-позитивно. Вот. Это, как бы, знаешь, просто монстр, московский большой монстр попал в трудное положение. Знаешь, как бы, еще больший монстр, который мы назовем... А что ему прищемили? Да. Мирового капитализма. Как бы, так сказать, наступил на, как бы, вот эти монстрозные, как бы, какие-то клешни. То есть сам наступил на собственные яйца. Вот. Что-то такое, как бы, так сказать. У него какие-то неприятности. И ведь мы же понимаем, что вот задавленность всего хозяйства происходила, потому что его не так выгодно развивать, чем получать преференции от западных компаний, вот, и поставлять это западное говно. Ну, да, аутсорсинг. Да, что и было. А тут, так сказать, возник какой-то вот конфликт, который мы даже, как бы, простые люди не понимаем. Чего там, кто там. Ну, какие-то фашисты со всех сторон вдруг появились. Ты же не простой человек. Примеднят, что-то глупое. Я люблю сало. Я, как бы, вот, там, любил, как бы, чтобы там с юга на нашей родине поступало сало регулярно. А тут сказали, что это сало отравленное. Оно, как бы, там, с кокаином, я не знаю, там, с чем, с прочими, так сказать, джиды бендеровские, какие-то письмена там написаны. Какие-то магические. И это сало потреблять нельзя. И не только сало, но и сыр, и масло, и какао, и кофе. Ну, заражено все. Да, и вообще, и не только, как бы, вот, с юга нашей родины, но и из Болгарии, из Польши, из Франции, из Италии. А из Америки так вообще даже, вообще даже смотреть нельзя. Можно, как бы, ослепнуть. И что делать? Вот я сейчас прихожу, при этом, ты понимаешь, я раньше яблоки, честно говоря, не ел, не покупал в магазинах. Я пытался найти где-то в деревнях, у бабушки. Это было трудно всегда найти. Потому что эти яблоки, кстати, были невкусные. Соки из них были какие-то горькие все. И более того, они, яблоки, могли лежать месяцами и даже годами у меня было проверено одно яблоко. Полгода, оно чуть-чуть, как бы, так сказать, как-то слегка. Да, вот такое яблоко. А вот сейчас, какие-то там ростовские, какие-то еще яблоки. Вот, которые ты покупаешь, оно домой не успеваешь донести, оно сгнивает. Ты съедаешь прямо в магазине, можно сказать. Сыры, великолепный набор. Все, правда, какие-то вот белорусские. Но неплохие, они. Ну, неплохие, понимаешь. Ну, как бы, как неплохие, как бы. Просто я их меньше стал есть. Ну, почти перестал есть. Ну, сыр вредный вообще. Да, сыр вообще это тухлый продукт. Ну, гречка есть, есть. Я вот люблю гречку, пшено. Я люблю изюм. Очень. Я люблю сухофрукты. Великолепный набор есть. И все это, как бы, есть. Ну, да. Вот. Молоко стали привозить. Если раньше, как бы, ты так и не найдешь какое-то, вот, нормальное молоко. А сейчас почти деревенская, которая почти скисает быстро. Как здорово. Да. Творог какой-то. Молодец, знаешь, просто. Ну, нет, не молодец. Это, как бы, знаешь, вот, все-таки есть, как бы, есть Бог. Понимаете? Который мы назовем, как бы, случайность. Вот, которая случайность, когда одна на другую находит, и вдруг возникает, как бы, для маленького человека какие-то выгоды. Вот. То есть, нам получается, что, вот ты говоришь, к 2017 году, да, народ поймет, что там все не так. Народ поймет, что где бабло. А чего ему понимать, если, в общем, то, что ты сейчас описываешь, оно даже очень симпатично и приятно, да, вот молоко стало лучше, там сыр не так плохо. И, может быть, он даже дешевле. Нет, понимаешь, что такая ситуация, что народ бы и так, если бы его оставили в покое. Проблема же власти, не то, что она его мучает, а то, что она, как бы, вот не дает ему, как бы, быть даже вот свободным и выброшенным. Мало того, что народ у нас был выброшен, но еще некоторая активность, которую мы могли проявлять, она тоже, как бы, давилась. Она тоже купировалась. Потому что, ну, что бы произошло? Бабки, детки и всякие, так сказать, на преследовательных хозяйствах очень много выращивали. И сейчас много выращивают. Я просто знаю, как бы, все хозяйства, ну, вот яблоки, у многих там, в деревне, там, по 30-40 яблок. Просто на своем участке. Ну, да, да. И яблок столько, что он не знает, куда деть. Но его никто не примет, у него эти яблоки. Ни один рынок, ни один магазин. Ему невыгодно. Они не упакованы, они не сортированы, они плохо хранятся. Так же консервы, так же это, так-да-да-да-да. У меня есть друзья, которые, вот, например, содержат такую компанию, Лавка-Лавка. Называется там, поддержи местного фермера. В Москве. И они распространяли неплохие продукты, довольно недешево, но, так сказать, отобранные, проверенные, как бы, так сказать, там и мясо, и колбасы, и сыры, и овощи, как бы. И так дела шли, ни шалка, ни балка. Сейчас просто такое пер, такое количество заказов. Они не знают, куда открываться, открываться. И этих фермеров всех поддерживают. Знаешь, я понимаю, что там есть какие-то разговоры в экономике, о больших, так сказать, заводах. Я сейчас говорю о некотором таком низовом, простом уровне выживания. И такого, знаешь, ну, комфорта, что как бы люди, хотя бы, так сказать, полюбили свою страну, что здесь можно жить и дальше начать что-то строить. Я вот, например, понимаешь, я как бы, я самый большой патриот в России. Те небольшие денежки, которые я получаю, я получаю на Западе. И я их все вкладываю в Россию. Люди, которые часто критикуют меня там, или художники, они в основном зарабатывают в России и вкладывают на Западе. Но они кричат, что они патриоты, а я, так сказать, как бы, придаю какие-то там интересы. Это неправда. Вот. И я сейчас смотрю, вот, например, там в деревне, где-то, так сказать, я там какой-то проживаю периодически. Кругом крестьяне, с которыми там, ну, не крестьяне, кто они, так сказать, вот такие люди простые, там пенсионеры в основном. Вот у них огромные огороды, огромные погреба, огромные какие-то, ну, такие большие садики, ну, большие для одного человека, двух-двух. И они на 90% вот с вами разговаривают, обеспечивают себя сами. У всех там пчелы какие-то, прекрасный мед. На 90%. Мы производили бы больше, даже чуть-чуть. И там, как бы, еще бы 2-3 семьи могли прокормить. И по России, такого невероятно, огромное количество таких людей. Вот, понимаешь, и эти люди, и там это красивые места, в этой деревне нет заборов никаких. То есть, такие маленькие, какие-то ограждения, откуда, скорее. Ну, интересно, да. Ко мне приезжали немцы, немецкие художники, они охуели, как здорово. Они привыкли, что Россия, это какой-то, либо ужас там рассказывает, либо эти города, мегаполисы, Питер, где все как бы там щупают друг друга за Милонова там, и чего-то там еще. Москва, где вообще просто не нечем продохнуть. Ну, и какие-то еще города. А вот они выехали там, 120 километров, Боровск. Я им показал дом, домик, где преподавал 20 лет Циолковский, где он открыл теорию межзвездных полетов. Тяжело, кстати, тоже живет. Мы говорим. Ну, в Калуге, да? Да, это под Калугой, Боровском. Да, 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 понятно. Вот, у него из шести детей трое умерло. Да, я знаю, да. Двое с голодом, один с ума сошел. Тяжело живет. Тем не менее, человек, как бы, открыл, как бы, теорию межзвездных полетов. Кстати, опираясь на теорию товарища Федорова. Да, это так интересно. Которого совершенно, как бы, никто не понимает. Не в России, не знаю, может быть, в Западе немножко... Нет, ты знаешь, что русский космизм, на самом деле, он... Есть даже в Америке некоторые энтузиасты, которые это очень любят. Там, ну, везде есть, как бы... Вот, и в центре Боровска, там, рынок, куда позволяется местным жителям свозить свою продукцию? И продукция великолепная. Я, когда угощаю салом с местного рынка, говорю, ты что, через границу тайно возишь? Я говорю, через границу Боровского района, я вожу вот, как бы, и вот этого, и Сележаровского. Хорошо. Значит, с этой темой мы разобрались. Продолжение следует...